Леонид Андронов. Амулет. Подземелье украденных сердец. Книга первая. Читает Эдуард Рокман. Пролог. Мир в очередной раз преображается. Рождается вновь. Происходит обновление, а любое обновление всегда проходит мучительно и приносит много боли. Так уж устроен наш мир. Он не может существовать без изменений, а мы изменения ненавидим. Подчас мы хотим, чтобы все оставалось так, как мы привыкли. Любой слом действительности мы воспринимаем как катастрофу. Героиня этой истории столкнется с подобным изменением, и для нее оно будет страшнее самого разрушительного урагана. Она пройдет через унижение и мучения, чтобы спасти то, что, похоже, невозможно спасти. Она будет страдать, испытывать чувство беспомощности и дикого одиночества ради самого важного в ее жизни. Эта история могла случиться в любом уголке земли. Точнее, она начнется так, как это происходило и происходит со многими людьми. Но то, что сделает этот маленький человечек, столкнувшись с огромной опасностью и диким ужасом, удивит многих. Я не обещаю вам счастливый конец. Его может и не быть вовсе. Никто не знает еще, что случится с героиней этой истории и всеми, кто ее окружает, в городе, истинного названия которого я вам открыть не могу. Я появлюсь в этой истории только однажды, и, может быть, вы даже не поймете, кто я. А может, я и вовсе не появлюсь. Ведь история эта еще не случилась. Еще слишком рано. И главная героиня пока даже не подозревает, через что ей предстоит пройти. Какие решения она будет принимать и приведут ли они к тому, что она окажется у меня в гостях, мне пока неизвестно. Смогу ли я ей помочь? Или мне придется избавить ее от мучений, ведь ее маленькое сердце может разорваться от невыносимой боли? При этом я буду чувствовать себя скверно, будто совершаю какое-то преступление. Будет ли у меня какое-то иное средство, чтобы помочь ей? Я не знаю. Еще не знаю. Но вероятность, что мы встретимся, есть. Это я могу предвидеть. А большего я сказать вам не могу. Это и не нужно. Пока я расскажу вам о том, какие события привели к тому, что случилось и что происходило задолго до того, как Уна прибыла в Митбург.